здравствуйте друзья мы с вами в лос-алтес лос-алтес это самый дорогой город в стране соединенных штатов по стоимости домов с тремя спальнями и двумя туалетами это как вот классика такая ну то что вы видите перед собой другой конечно дом побогаче и вот этот дом который тоже ну не такой симпатичный но тоже такой ничего вот он продается сейчас за 7 миллионов мы пойдем его посмотрим что там такое за 7 миллионов нынче продает участок у дома 14 соток это неплохо даже лос-алтес в общем полосалтовским понятием 14 соток это совсем неплохо это не 10 и даже не 11 не 12 это очень очень прилично дом новый только что построен так чисто на него смотришь внешне думаешь наверное перестраивали нет 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 абсолютно новый дом это мы сзади смотрим на него вид сзади вы можете спросить а что там за лесенка такая это лесенка в бейсмент то есть грубо говоря такой отделанный жилой погреб подвал ну давайте спустимся может быть мы так необычно начнем вот с этого бейсмента пошли вниз такой колодец от копан венте бетонный вот так вот тут ладно это называется light well то где мы сейчас находимся такой световой колодец вот этот light well с лесенкой так на самом деле в доме есть еще этаж 2 тоже то есть мы как бы под мы на нулевом потом есть первый потом есть 2 вот смотрим то есть такое помещение для хорошего время провождения бильярд телевизор тут креслец посидеть лестница пошла на второй этаж на первый точнее тут у нас замечательное место для ну как бы обслуживание гостей можно сказать так вот видите тут давайте зайдем это прикольно давайте зайдем вот здесь бутылочки тут они одну бутылочку поставили вот а так можно много бутылочек поставить это зеркало там не подумайте плохого это зеркало то есть такой можно сказать погребочек ой слушайте такое чистое стекло я чуть в него не видел нет здесь мы не пройдем так что еще на первом уровне тут у нас такая можно сказать спортивный зал такой небольшой да вот запах резинового мячка присутствует вот так под подпахивает резинкой зеркала здесь можно поставить снаряды и заниматься как хорошо очень чистые стекла на удивление туалет ну давайте зайдем посмотрим какие туалеты в домах за 7 миллионов нормальный хороший туалет так тут такое помещение техническая да то есть тут у них серверная тут телекоммуникации всякие идут коммуникации ладно хочется спросить а что за дверкой там давайте глянем а тут серьезное хозяйство да вот ладно пошли от него конечно звук есть не сильный но есть тут на самом деле и жилое помещение тоже присутствует вот здесь бетрум кровать давайте я так встану поснимаем так это же может быть вы слышите звук пошли посмотрим что там за звук вот тут у нас два умывальничка туалет туалет душ душ ванная и что-то шумит я не знаю где шумит но а я знаю где шумит шумит вот тут вот тут это кондиционер вентиляция оттуда идет звук здесь у нас такая коптерочка кладовочка для одежонки и прочих замечательных вещей так вот туда пошли дальше туда идем так ну похоже что мы уже здесь все обсмотрели внизу светик какие-то комментарии сделано все находятся зеркала всюду вот это на самом деле специально зашла туда это вайнселлер да и там он с охлаждением то есть там поддерживается специальная температура и закрывается дверь чтобы вино не нагревалось да но грамотно сделано ты видишь как идет зеркало во всю стенку да который создает невероятный простор там в общем зеркало вон туда вот вот нас с тобой там видно но мало того вот этот вот гимнастический зал да он тоже весь в зеркалах да он тоже создает простор необыкновенный да то есть вообще этот дом конечно пол простора тебе нравится ну ты знаешь что я тебе так скажу он мне нравится очень абстрактно потому что вот мы уже жили в таком доме я уже понимаю что как бы ну вот я не знаю какой какой нужно образ жизни вести чтобы это все при безумной занятости когда люди тут с утра до ночи работают чтобы все это использовать да ну мужик может занятый а жена допустим ну еще раз по хозяйству мы это все проходили то есть как бы у нас это уже было ну мы получали удовольствие мы получали удовольствие от самого факта что она есть да пошли а лестница надо сказать продолжается ну давайте я пойду уже на самый верх тогда пойду на самый самый верх что из окошка из окошка бэкьярд идем наверх и сразу наверху у нас тут это для сушильной и стиральной машины они такое немножко разукрасили но вообще это для стирки сушки коридор движемся коридор хороший широкий не узкий бывают уже спаленка так хорошо давайте с этой стороны посмотрим отлично и за спиной у меня шкаф такой walk-in closet так называемый можно зайти и тут значит полочки вешалка что на улице на улице наш автомобиль и соседи хорошо продолжаем движение так тут у нас туалет так отлично все хорошо в туалете так раз два три четыре все так можно сказать засняли давайте отсюда тоже снимем так пошли дальше напротив у нас еще один бедрум вы знаете он небольшой может быть детская такая даже не знаю для меня это больше как детская такая комнатка давайте может быть с той стороны и так тоже я вам покажу так идем дальше так вот мы куда-то пришли это видимо уже мастер бедрум такая большая большая комната так давайте мы ее из этого угла посмотрим вот так растительность какая-то смотрите наверное искусственная так ну и вот так это собственно вход а там какая-то дверка если это мастер бедрум а судя по размерам так и есть то у него должен быть свой так сказать встроенный санузел или подождите такое ощущение что мы здесь были уже но нет мы не были это просто похоже похоже на то что мы видели на более низком этаже на подвальном так пожалуйста вот у нас умывальнички ванная ну ну сами все видите я вам тут много не расскажу двигаемся вниз это мы уже на основном этаже вот тут похоже что это еще один мастер бедрум ну сейчас посмотрим ну да да это еще один мастер бедрум так отсюда поглядели пошли посмотрим тут все эти ванны одинаковые так здесь свет не горит поэтому немножко полумрак такой так так раз два разные виды тут у нас полочки всякие вы видите видите еще полочки так хорошо движемся дальше значит это такой еще один мастер бедрум напротив офис судя по обстановке которая тут да надо сказать что офис этот вот за спиной меня имеет отдельный туалет санузел да душ там все что положено у него свое хозяйство это входная дверь через которую мы пришли и мы пойдем от нее прямо налево так смотреть будем изучать ну что такой гостевой туалетик можно сказать пришли люди прямо сразу раз и в туалет вот он вот так отсюда двор так где там фронт ярд идем дальше так ага вот значит ну вы видите это стол со стульями лампочка очень симпатичная ну и какая так окно хорошее большое вот туда мы посмотрим сейчас на все это большое пространство там кухня подальше а здесь вот стол а здесь вот у нас так 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 буфет можно сказать так мы видим лучше этот стол давайте больше на кухню смотреть вот тут холодильник шкафчики очень большая вот эта столешница на ней готовят на ней же видите тут барные стульчики можно и кушать кухня большая единственно что я бы сказал бестолковая потому что вода вот здесь готовка в другом месте в общем маловато вообще воды могли бы два крана сделать я не думаю что это вопрос денег сюда вложено много денег но как-то вопрос дизайна так ну и тут у нас ой господи типа кладовки такой но с краном ох ты ж господи это наверное так у них кухарка должна размещаться и там сзади чтобы никто не видел значит делать свое кухарское дело раз-два это что туалет что ли здесь ну-ка нет полочки полочки тут что гараж нет да гараж друзья вот гараж давайте посмотрим на гараж гараж большой но на две машины не на 3 не на 5 гараж большой а нет на 3 на 3 машины гараж сейчас мы покажем вам одна машина вот туда уехала назад и стала на 3 машины ну да видимо им по ширине не хватало они так его сделали вот так это дорогая стеклянная плиточка это не просто так тебе керамика так отошел на два шага вроде керамической нифига это стекло мы смотрим внутрь дома но находимся на самом деле уже за пределами его мы находимся на улице вот тут да хорошо значит вообще обычно когда такие дорогие дома продают то здесь ставят такой ну как бы не кейтеринг но во всяком случае приезжают там с кофе заказывают столик такой специальный как-то раз мы ходили там гитарист сидел на гитаре играл живая музыка была вот а это просто вот как бы для партии там тут барбекю сделал помыл почистил так все все хорошо риэлтор говорит светлане что всего 16 домов сейчас на продаже в лос-алтесе это очень мало для такого города очень дом хороший построен очень качественно то есть материалы использованы явно дорогие строил контрактор история такая что контрактор два года назад купил этот дом снес его почистую твердил план и построен его дом и конечно понимаете вот он контрактор он со своей колокольни смотрит наверное все таки когда вот я строю дом я примерно имею в голове модель для кого ее строю да контрактор имеет в голове построить максимально то что можно построить на этом участке земли поэтому там 7 спален какой-то пять с половиной туалетов какой-то дом совершенно немереный построен 700 квадратных метров там да 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 дом огромный там участок хороший ты все хорошо но он хотел выжить максимально то что можно выжить из этого участка из этого дома какие-то нюансы он не учел да потому что он не собирался там не жить не готовить еду и при всем при том что дом очень хорошо сделан там есть как бы нюансы маленькие существенные очень например там шикарный айленд стоит на кухне на кухне да и это вообще в принципе да ну мы знаем правила треугольника что хозяйка ходит между плитой водой и холодильником когда готовят еду его стандартам считается оптимальное расположение всех вот этих вещей когда они находятся на вершинах равностороннего треугольника такое крайне редко бывает чтобы уж прямо равносторонний но по крайней мере нужно это иметь в голове и что здесь получилось здесь получилось так что умывальник с одной стороны находится огромный этот шикарный айленд который находится прямо напротив плиты во первых он сделан из мрамора из мрамора готовить ничего нельзя на таком айленде потому что она моментально впитывает все пятна положил какую-то испачкается он просто впитает это все это нельзя будет очистить перманентно и кроме того нет воды то есть нет воды невозможно ничего готовить а вообще представить себе что вот место где человек готовит еду рядом с умывальником это конечно это очень большой недостаток для такого дорогого дома вот а так вообще материалы хороший дом хорошие и дай бог ему продаться